Клинический случай В проекции 11-го ребра В 2015-м году опухоль была замечена первичная Было проведено комплексное лечение Химиотерапевтическое, хирургическое и лучевое И, собственно, два рецидива Первый рецидив в 2017-м году И в 2019-м второй При этом мы видим материал Собственно, резекции Удаления данного рецидива Где мы видим веретиноклеточную Преимущественно опухоль Из-за разнонаправленных пучков клеток С умеренным полиморфизмом И, собственно, в данной морфологической картине Нам мало что напоминает О классических коллоклеточных опухолях Венгинологической картины, к сожалению, не было Предоставлено до операции То есть Венгинологической картины первичной опухоли При иммуногистохимическом исследовании Данного повторного рецидива опухоли Мы видим очаговое окрашивание Очаговое мембранное окрашивание CD99 Довольно высокий индекс Ки-67 И диффузную, но не очень выраженную Не такую выраженную, как мы наблюдаем При классических синавиальных Монофазных веретиноклеточных соркомах Экспрессию ТЛЕ-1 Мы знаем, что ТЛЕ-1 чувствительный маркер Но не такой специфичный, как хотелось бы И его очаговая экспрессия Разной степени интенсивности Может наблюдаться в разных типах опухолей Но в данном случае Для исключения веретиноклеточной Синавиальной соркома Было выполнено фиш исследования Перестройки СС-18 И она не была выявлена Мы уже к этому моменту Получили стекла Материал первичной опухоли И, собственно, когда мы увидели Первичную опухоль Картина начала понемногу складываться То есть здесь мы видим Уже что-то напоминающее Мелкоколеклеточную Голубоклеточную опухоль Большое количество Околуглых и овальных ядер Миксоидная местами струма При большем увеличении мы видим Что клетки ядра не мономорфные А от слабого до умеренного полиморфизма Встречаются метузы Соответственно, данная картина Напоминала с учетом локализации Первичной опухоли в рибре Молодого возраста Подросткового возраста пациента И морфологической картины Особенно показательно Морфологическая картина Повторного рецидила В выраженный Такой веритено-клеточный Паттерн Можно Предположить Недифференцированную Коглоклеточную Совкому с Бекурперестройкой Но так как в тот момент Отсутствовал зон для фиш-исследования Мы решили пойти Собственно сложным путем И методом исключения Было произведено фиш-исследование Перестройки ЕВСР-1 и ЧИК Которые тоже отрицательны Поэтому по совокупности Клиники морфологии И иммунофенотипа данной опухоли Мы предположили Бекурперестройную совку На данном слайде мы видим Эпидемиологию данных Опухолей костей От института Вицолия Мы видим Что Значительно преобладают Мужчины Медиана 16 лет Локализация Абсолютно различная На данном слайде мы видим Спектр Морфологической картины Которая может наблюдаться При саркомах С перестройкой Бекур Это как Ковглоклеточная Морфология Которую мы видели В материале Первичная опухоль Более веритеноклеточная Морфология И бифазный тип Также существует Специфическая Для данной Перестройки Суррогатное Антитело Которое Помогает Детектировать Продукт Химерного Гена И Что особенно Важно В данных Опухолях Может встречаться Даже выраженная Экспрессия Тле Один Что в дифференциальный Ряд Ставит Монофазную Синовиальную Саркому И еще Особенностью Данного Типа Опухоли Является Выраженная Ядерная Экспрессия Циклина Д1 Которая Намного Реже Встречается В других Саркомах Костей С Специфическими Перестройками И Также Мы видим Экспрессию САДБ2 Что Опять-таки Нам Напоминает О его Неспецифичности Собственно Суммируя Все Что Я хотел Сказать Выше Что Важно Помнить Про Обе Кур Перестройные Саркомы Это Педиатрическая И подростковая Часть Популяции Значительное Преобладание Мужчин Локализация В Костях Таза И Длинных Костях Также Стоит Отметить Что Существуют Опухоли Перестройка Гена Беку С другими Фьюжн Партнерами Из Интересных Перестройк Например Перестройка Наблюдаемая В Хай Грейт Эндометриальной Стромальной Саркоме И Также Хочется Еще раз Акцентировать Своё Внимание На Так сказать Перекрытие Морфологии И Иммунофенотипа С Синавиальной Саркомой Веретиноклеточной И Низкодифференцированной Продолжение следует...